Путин Чтоб не обижал Такой же, как Путин Чтоб не убежал А, ты здесь? Батя, назрел вопрошающим образом Попроб Скажи, пожалуйста, что делать, когда твоя девушка Ой, то есть моя девушка Тебе внезапно сообщила Что она от тебя беременна А от меня, конечно, беременна Это, сынок, смотря какая девушка Так это дочка твоего любимого Товарища команда, Светка А, тогда, сынок Другое дело, ты должен поступить как настоящий мужчина Ты должен жениться, да, породниться С дорогой моему сердцу семьей Ну, 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 Батя, ты же сам понимаешь, что Маленький ребенок, это же кромешный ужас Это все эти ночные соски, сиськи Это стирки этих пеленок Сисек, это дома денег нет Это же кошмар, ты сам так говорил Говорил, правильно говорил Но здесь, сынок, с точностью да наоборот Что ты, я детей, знаешь, как люблю Особенно детей Дочки, товарища Комбата Да, маленький, ухи-пуси, ухи-пуси Ты это, давай-ка, веди сюда Светлану Твой папа познакомиться с ней будет быстро Я так это знал, когда штаны снимал, что ты будешь доволен Только я расслабился и представил, как мы с товарищем Комбатом породнились Такой же, как Путин, лишь бы не бил Такой же, как Путин, лишь бы не бил Прямо весь в вас пошел, товарищ Комбат Такой же умный, как я Как вдруг вошла Нина Такой же, как Путин Что бы любил Василий У меня к тебе серьезный разговор Дело в том, что У меня будет ребенок Такой же, как Что будет? Ребенок Да, я беременна Раньше я сомневалась, теперь знаю точно Беременна, третий месяц пошел А как это третий, а? Как это третий, когда мы с тобой энто самое? Уже давно не делали, а? Чего? Как это мы этого не делали? А твой день рождения последний, забыл? Сейчас вспомню Котух, завелось По лестнице не пройти Один славян На холе Уже Что с тобой? Что-то в гордане Вершит Тогда Запьи водички Водички, да, так можно Вспомнил Ты мне тогда еще что-то там Стакан подмешала, да? Да, и не жалею об этом Так ты что же Не рад, что у нас будет ребенок? Да ну, рад, конечно, конечно рад Ну что, но честно говоря, нет Что ж Значит у моего ребенка Не будет отца Ненавижу детей Рут гадят Жрать постоянно хотят Место занимают Мне главное не выбить Не на рыбалку съездить Вдвоих ты не знаешь, как поднять А еще третий Ой, мать честная А вдруг тройня родится? Неда, а я подумал Сейчас А если тройня родится, а? Вот если тройня Недочка, это я так Я детей-то люблю Только ты подумай Не вредай сейчас Мы только на ноги вставать начали Дверь вот тут Дверь вот новой Справили Давай через годик, а? На ноги встанем И тут же забацаем Тут же, а? А доктор сказал Что это мой последний шанс Что если я сейчас не рожу Я уже больше никогда не рожу Понял? Ну да Ну да Только ты учти Ты учти Я в тот день Ну в тот день Я выгружил Крепко был выгружить Ты сама подумай Кто же у нас родится-то тогда, а? А-а-а Пить хоть Водочки Сейчас, сейчас Ну давай Стой, стой Вот Вот Неправда Неправда В момент начатия Ты был трезвый Я был трезвый Только внешний Вот Играй об этом Потому что я в части Тормозуху выпил А тормозуха не даёт Внешнего эффекта А ты меня спроси, Нина Почему ты, Вася, тормозуху пьёшь? Я её мне на всю жизнь пью Потому что у меня При тормозухе Подучие начинается О! О! Началось! Дайте тормозухе! А-а-а Дайте тормозухе! А-а-а-а Тормозухе дать, а-а-а Дайте, пожалуйста, тормозухе Это вам Тормозухе дать, а-а-а Перестань кривляться Стыдно Нина, а я подумал Если мы вместо ребёнка Собачку заведём, а Маленькую переньку Она тяг-тяб Будет дядя писать А я потом уже Цепотирать Честное слово, а Вот этим самым Молодец Готов В последующие дни Я постарался Естественно Тонкими намёками Внушить Нине Что она совершает Глупость Вась Что это происходит? Почему по квартире Нельзя пройти? Ну куда с это? Место для житья Так всегда было Тюдерка В тюдерку Попало А я вот думаю Не дай бог Всё прибавление В семейство родится Кто? Не дай бог Вообще не проползёшь Вообще, да Вася Немедленно Растапь вещи По своим местам И не надо Меня убеждать Что в нашей квартире Нету места Для маленького Грудного ребёнка Да, я тоже Об этом думал Я только о них вспомню Наверное уже Где что стоял Вася А почему холодильник пустой? Я его только с утра затарила Чё ты думаешь Что это я всё что ли? Это дети наши Проглоп Кушают и кушают Да Всего двое их у нас Не дай бог Третий будет Вася Не надо только меня убеждать Что грудной ребёнок Нас объест Нида 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 Что случилось Васюга? Нида Чего скажу Когда склад Ремонтировать решили Мне поручили Атомную бомбу Перенести Вот в этих ручках Мёрз Спал Кто на садину упал Она как Рвает Облучила Всего Да Свечусь по ночам На атомы распадают Врач так и сказал День-два и всё Говорит распадёшь Нин Ты как рожать-то без меня будешь А? Алё Товарищ комбат Это Нина Да Скажите пожалуйста А правда что мой муж Василий Атомную бомбу у вас уронил И теперь Распадается на атомы Брех Я так и думала Спасибо Еда Еда Это же секрет Товарищ комбат Не можно же тебе Секрет выдать Что я Атомную бомбу уронил Когда я понял Что все способы убеждения Исчерпаны Мне неожиданно Помог сын Пашка Мам 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 Что случилось Сыночка Чего ты плачешь? Я Света Света бросила Абортиз Света Ну не плачь Найдешь ты себе еще девушку У тебя же все впереди Сыночка Мальчик должен Был наверное родиться И папа так обрадовался Когда узнал Уси-пуси Говорит Уси-пуси Что-что Папа радовался? Сказал что очень любит Любит В спальнике, где пижак сказал, что женитесь над здоровьем и женитесь подсветкой у нас, сказал. Сыночка, ты ничего не путаешь? Папа действительно так сказал? Ничего я не путаю. Вася? Ну, Вася. Чего? Ну, Паша мне рассказал всё о вашем разговоре. Выходит, ты любишь детей. Стой! Ну, зачем тогда вот эта комедия? Зачем ты притворялся, разыгрывал, издевался надо мной? А, я волнуюсь, да. Волнуюсь, за тебя волнуюсь. За него, вон, волнуюсь. Я вообще за всех волнуюсь. Один я, да. Вася, ты такой у меня хороший. Я так тебя люблю. Этой ситуации доверия надо было обязательно воспользоваться. Ай, бывает так, что мы от кого-то что-то скрываем, но чаще бывает так, что мы не знаем, от кого и что мы скрываем. Дамы и господа, добрый вечер. Мы начинаем. Степан! Ну, Степан, проходите, присаживайтесь, куда считаете нужным. Мы слушаем вашу историю. Что случилось? Я говорю, а тот вечер возвращался, такой, уставший очень. А двери у нас одинаковые, у всех, ну да. Ключи одинаковые у всех, ну да. Вот, планировка там, турум-бурум, все одинаково у нас, у всех. Ну да. В общем, лампочку кто-то выкрутил на лестнице, а по комплексу твоя Нинка, как моя Люська. Да я в сто раз худее ее, господи. Двадцать восемь раз. Нет, раз мы замерять еще начнем с Антимитрова. Короче, я являюсь отцом Нинкиного ребенка. Чего, чего, чего ты являешься? Да, да. Да ты проспись, я заборная. Да, ладно, проспись. Кто? Темень была, темень кромешная, хоть глаз холи. А она спала. А может быть и не спала. Что? Я на нее. Ах ты терянь такая. Так, 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 господа, прекратите. И, и, иначе я буду вынужден прибегнуть к нашей службе безопасности. У меня только один вопрос к вам, Степан. Когда конкретно, в какой день это случилось? Ну, за день до твоего дня рождения, когда у тебя? Так, я как раз был на дежурстве. Сроки совпадают. Да кого ты слушаешь? Кому ты веришь? Вот этому пьянице или мне, твоей жене, единственной, любимой? А ведь действительно, Степан, это только слова. Может быть, есть какие-то доказательства? Пускай покажет брюхо. Я прошу вас показать нам брюхо. Мы все просим. Да, пожалуйста. Да, что и требовалось доказать. Я, подводя итоги, хочу сказать вам, Степан. Я в следующий раз советую не ошибаться дверью и ходить с фонариком. А вам, Нина, советую подумать, хотите ли вы этого ребенка. С вами был Василий Задов. Удачи вам, любви, терпения. Ну, там, тут и суды. Все. Пока. Пока. Молодец, Степан, молодец, давай, иди. Я все сделал, как ты велел, неплохо бы добавить за мордовую. Батюшки, на тебе вот 10 рублей, на, все. Мало, на тебе еще 10. Многовато будет. На тебе 15. Блага, блага, как там, блага. Дальше все пошло, как по маслу. Мне не составило большого труда убедить Нину сделать аборт. В конце концов, наплевать мне это. Наплевать, что ребенок не от меня. Я же о тебе забочусь-то, от этого алкаша Степана. Не дай бог родиться с тремя головами, с хвостом между ног. Правильно? Правильно. Именно поэтому ты идешь и избавляешься от этого ребенка. Правильно? Правильно. Значит, иду и избавляюсь от ребенка. И пока не избавишься, домой не вернешься. Правильно? Правильно. И пока не избавишься, не вернусь домой. Ну, давай, Нину, иди. Я тебя даже крестить не буду, чтобы ты, ну, это, крест на себе не волокла. Давай. Давно я не чувствовал себя таким счастливым. Пожалуйста, не успокоитесь. Ты моя хорошая. Ты моя хорошая. Ты моя хорошая. Иду. А, товарищ комбат, сразу желаю, милости просим. Здравия желаю. А у меня к тебе, Василий, радостная новость. Нашу с тобой часть отправляют на Северный полюс. Там же холодно. Да, холодно. Льды, олени, айсберги. Но такой приказ. Дево мое. А что всех отправляют? Нет, понимаешь, не всех. Оставляют офицеров и прапорщиков, у которых на момент отправки беременные, женные или грудные дети. Но тебя, слава богу, это не коснется. Ну, до встречи на Северном полюсе. Гида! 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 Стой! 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 Гида! Стой! Гида, я это, я подумал. Неправ я. Неправ я, да, неправ. Не надо тебе туда ходить. Пойдем домой. Пойдем. На целых два дня в моей жизни воцарился мир и покой. Так, хорошо, а? Все на Северный полюс поедут. А я здесь в тепле от сижусь. Хе-хе. Здорово, Зава. Хе-хе. Як дела? Хе-хе. Спасибо. Хорошо, а то у тебя? И у меня неплохо. И виду на Северный полюс. Во. Э-э-э. Чего ж хорошего, да? Чего? Ну, а я же. Комбат обещал нам, во-первых, их жалование у пять раз увеличить. Во-вторых, вранится заграничная американская форма Аляска. И андаторовые сапоги. Чего ты? Бесплатно. Каждый живой в отдельном теплом доме с собственной медсестричкой. Ну и, хе-хе. Вообще-то, на три месяца всего идем, да? Ха-ха. Халява. Хе-хе. Ну, давай. Хе-хе. Если бы словами можно было убивать, в этот момент я, наверное, помер. Но надо было действовать. Не, я не возражаю. Пускай этот ребенок растет не от меня. Не возражаю. Но ты представь. Вот родится этот ребенок от Степана. А у него дурная наследственность. Вырастет, убийцей будет. Точно, я слышал такие случаи. Родную мать убить ножом может. Точно. Сыночек, твоя мама принесла тебе покушать. Ты где? Ты, родную маму, ножичком в спину проклинаю. Ты это, Нина, смотри, я же тебя не заставляю, не уговариваю. Это мое собственное твердое решение. С шандалей. С шандалей. Не промочи. Здрасте. Что пишут? Восьмикомнатную квартиру получит та семья, у которой ребенок родится в день города. Ибо распоряжение мэра. А? А когда день города? И что это за город наш, что ли? Ну, вам-то уже, конечно, не успеть. Ибо не девять месяцев осталось до срока, а всего лишь семь. Мэр же не дурак. Специально с объявлением тянул. Роды. Нина. Здравствуйте. Здравствуйте. День города. День города. Нина. Погодь. Нина! Восьмикомнатная квартира. Восьмикомнатная, это же надо. У каждого будет по две комнаты. Нет, я себе трест. Хорошо, я себе сделаю кабинет и еще спортзал. Только бы успеть, только бы успеть. Восьмикомнатная, восьмикомнатная. День города. Нина! Нина! Деночка, миленькая моя. Скажи мне, что ты этого не делала. Скажи, что не делала. Я этого не делала. Вот молодец, вот молодец. Ну, домой. Вот молодец. Я этого не делала, потому что нечего было делать. В смысле? В смысле беременности, казалось. Лучше. Доктор, по животу ладошкой хлопнул, газы и вышли. Газы и вышли. Жалко, газы нельзя оформить, как мальчика. Кто это тут, пудери пускает у нас, а? Кто это тут, а? Опять вы? Наверное, спрашиваете, откуда дитё, если беременность-то у Нинки ложная? Из детдома мы ее взяли. Квартиру, правда, так и не получили. Мэр сказал, из детдома не считается. Да, да плевать, да плевать. Зато Нинка рада. Мне на старости лет радость. Да и дитё. При родителях. Да, при родителях мы, да. При родителях мы, да. Кто это тут, пудери пускает? Отвечайся, кто это тут, отвечайся. Элогенация, элогенация, элогенация.